Держим. Всё. Давайте побраво, поздравляем. Новое палеоативное отделение третьей городской больницы стало единственным для всех прилегающих районов столицы. Оно рассчитано на 20 коек. Уже сегодня должны поступить первые пациенты. Для этого палаты оснащены всем необходимым оборудованием. В палате интенсивной терапии расположены кислородный преобразователь, мониторы стоят для наблюдения за пациентами, также для неотложной помощи. Всё оборудование расположено. Мы также располагаем СИПАПами, это неинвазивный ИВЛ. Также при необходимости можно подключить инвазивные аппараты ИВЛ. В нашей республике в палеоативной помощи нуждаются 2000 дагестанцев, из них 800 – дети. Острая необходимость в открытии соответствующего отделения побудили благотворительный фонд инсан, меценатов, неравнодушных людей финансово помочь народной больнице. А именно так дагестанцы называют третью городскую, после того, как здесь развернули битву за жизни пациентов, больных коронавирусом. Когда ты видишь человека абсолютно беспомощного и которому нужна помощь, очень важно, когда есть люди, которые могут эту помощь оказать. То, что данное отделение оборудовано с учётом всех высокотехнологичных достижений медицины, то, что здесь просторные коридоры, хорошие качественные палаты, достаточно светло и тепло. И самое главное, что греет – это взгляды тех докторов, того обслуживающего медицинского персонала, который будет здесь работать. Ты понимаешь, что эти люди будут в абсолютной защите. На открытии присутствовали и представители Министерства здравоохранения республики, которые поздравили руководство больницы с этим знаменательным событием. Они осмотрели уютные палатки, оснащённые современным оборудованием. Мы искренне рады, что есть такие общественные организации, которые во взаимодействии с органами исполнительной власти готовы решать задачи, поставленные перед нами правительством Российской Федерации, правительством Республики Дагестан. Особенно отрадно, что есть такие люди, которые готовы творить добро и помогать людям абсолютно бескорыстно. В рамках программы запланировано финансирование и поддержка социально ориентированных НКО. И вот в этом году впервые такой опыт, Министерство здравоохранения получает такой опыт по выделению финансирования на мероприятия по развитию паллиативной помощи именно для некоммерческих общественных организаций. Теперь на базе Третьей городской больницы также работает выездная паллиативная служба. Две бригады смогут оказывать медпомощь на дому тяжелобольным жителям пяти районов в северной части города. Помимо этого, вместе с Народной больницей Министерство молодёжи осуществляет проект по развитию добровольческой помощи в паллиативной сфере. Я думаю, что у этого направления большое развитие, потому что на сегодняшний день это очень важное, очень нужное дело, которое ложится на наш дагестанский менталитет, заботится о каждом члене общества, заботится о тех, кому осталось, может быть, и недолго. Но каждый их день должен быть наполнен смыслом, заботом и пониманием, что мы все нужны друг другу. Стоит отметить, что развитие паллиативной помощи в нашей республике удалось осуществить в частности при поддержке федерального проекта ОНФ «Регион заботы». Хамзан Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.